Здравствуйте! Сейчас речь пойдет о заготовке семян томатов, баклажанов, перцев и капусты. Советы дают опытные огородники. Томаты. Подбор семенных растений начинают с момента выращивания рассады. Отбирают растения хорошо развитые, соответствующие по признакам сорту. На семена отбирают плоды здоровых, скороспелых, урожайных растений со второй или третьей кисти. Такие растения заранее отмечают тесемочкой, ну или другой меткой. За отмеченными растениями следят до момента полного созревания плодов. Допускается сбор бурых плодов, но с обязательным дозариванием при температуре 18-20 градусов. От себя добавлю, что в исключительных случаях можно брать и зеленые плоды, дать им дозариться, а семена томатов будут вполне пригодны. Выпускают семена только тогда, когда плоды приобретут окраску, свойственную для сорта. Плод режут поперек и чайной ложкой вынимают мякоть с семенами, помещая ее в стеклянную посуду. Затем их выдерживают в течение 3-4 дней. При брожении пульпы накапливается молочная кислота, способствующая обеззараживанию семян от бактериального рака. Когда на поверхности появится пена, а сок посветлеет, семена опускаются на дно, брожение заканчивается. Семена тщательно на ситечке промывают водой, раскладывают для просушки. Выход семян из полкилограмма плодов от 2 до 4 грамм. В одном грамме 250-300 штук семян. Нельзя заготавливать семена из общей массы плодов, даже если они и самые крупные, красивые, так как неизвестны их материнские растения. Вот такие советы дают огородники. Что добавлю от себя. Если у вас растения достаточно здоровые, бактериального рака, например, нету и другие заболевания, не очень широко распространены, как вот, например, на моем участке, то совершенно не обязательно выдерживать 3-4 дня семена в водном растворе. То есть давать им сбраживаться. Я, например, делаю так. Промываю семена буквально минут через 15 после того, как извлек. И промываю не особо тщательно. Это тоже совершенно не обязательно. А затем просушиваю, и семена получаются очень хорошего качества. Кроме того, еще добавлю, что полезно брать семена с двух наиболее сильных отобранных растений. Это на тот случай, что если одно растение каким-то образом имеет какие-то скрытые генетические отклонения или скрытые заболевания, то плод, взятый со второго растения, он окажется нормальным. И впоследствии семена эти дадут хорошую репродукцию. И уже сортность будет сохранена. Вот такие простенькие советы. Баклажаны и перцы. Плоды баклажанов оставляют на семенники из первых завязей. Два-три. Плоды на семена собирают в биологической спелости, признаком которой служит частичное пожелтение. Как говорят, плоды становятся бланжевыми. Собранные плоды тазаривают до размягчения. Со стороны плодоножки отрезают четвертую часть плода с худшими семенами. Оставшуюся часть протирают и сбраживают, как и семена помидора. После промывки семена хорошо просушивают. Выход семян из одного килограмма плодов 25-30 грамм. У перца на семена собирают плоды при достижении ими биологической спелости. То есть при появлении окраски, присущей для сорта. Собранные плоды дазаривают несколько дней, а затем отделяют семена. Для этого вырезают основание плода с плацентой и тупым концом ножа соскабливают с нее семена. Оставшиеся части плодов используют в пищу. Семена просушивают. Из одного килограмма плодов получают 6-8 грамм семян. Из перезревших плодов получаются семена с пониженной схожестью. Добавлю от себя. При извлечении семян из перцев тут никаких проблем нет. Действительно, перцы после того, как они доспели уже до нужной кондиции, просто семена извлекаются и отправляются на хранение после небольшой просушки. Но вот с баклажанами, семена баклажанов в настоящее время не извлекаю. Думаю, вот этот совет окажется вполне нормальным. Капуста белокочанная. Капуста относится к двухлетним растениям. В первый год получают качан, который сохраняют зимой в погребе или хранилище при температуре 0-2 градуса тепла. А весной высаживают в грунт и получают семена. В первый год выращивают маточники, типичные для сорта. Агротехника их та же, что и для получения хороших урожаев продовольственной капусты. При хорошем уходе маточники дают более высокий урожай семян. На маточники отбирают здоровые, с хорошим кочаном растения. После заморозков их выдергивают с корнями и удаляют розеточные листья, оставляют кроющие зеленые на кочане. Для лучшего опыления высаживать нужно не менее двух маточников, а закладывать 3-4, чтобы иметь страховой фонд. Весной 10-15 мая маточники высаживают в грунт. Глубина посадки определяется длиной кочерыги. Ее полностью до основания кочана засыпают почвой. Кочан обрезают с четырех сторон, удаляют щечки. Среднюю часть повреждать не следует, так как она дает лучшие семена. Через месяц цветоносы достигают 0,5-1 метр. Цветки начинают распускаться с нижней части цветоносов и цветение растягивается на 20-25 дней. Цветущие стебли нужно привязать к опоре, чтобы не поломал ветер. В августе семена созревают, убирают выборочно, не дожидаясь созревания всего куста, так как стручки растрескиваются и семена высыпаются. Кроме того, их любят выклевывать некоторые птицы. После обмолота семена просушивают, отвеивают, с одного куста получают более 50 граммов семян. Семена капусты нужно хранить в теплом помещении при ровной температуре. Они сохраняют схожесть 4-6 лет. Если желательно вырастить семена ранней капусты, то после уборки кочана вокруг оставшейся в земле кочерыжки нужно хорошо взрыхлить почву, поливать, подкормить азотными удобрениями. И к осени на кочерыгах появятся маленькие кочанчики. Такие растения выдерживают до заморозков и хранят так же, как и кочаны. Агротехника та же, что и со среднепоздними сортами. Если не наросли кочанчики, можно хранить здоровые кочерыги с корнями. Весной они отрастут и дадут цветоносы. Семян будет меньше, чем с верхушечной почки, но они будут в достаточном количестве. Вот такие советы дают огородники по заготавливанию семян этих культур. Так что, кто этим увлекается, может, возможно, что-то кому-то и пригодится. Я семена капусты пока не выращиваю, но, однако, собираюсь тоже в ближайшее время этим заняться и попробовать. Ну, а в конце пожелаю всем огородникам хороших урожаев, всего самого доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова